Дорогие друзья, снова на телеканале Кронно Плюс званый гость. И сегодня я хочу вас познакомить с моей коллегой, которую я знаю давно, но вот сегодня она совершенно в новом качестве. Потому что в прошлом году в городе появилась такая в медиасфере небольшая сенсация. Появился первый глянцевый журнал, причем журнал бесплатный, который доступен всем, который распространяется в разных магазинах, где угодно. Его можно встретить, взять и на память, и дома читать. Такие глянцевые журналы существуют в больших городах очень давно. В Минске, например, уже, ну, наверное, более десятка таких журналов. А в Гродно, в Гродно первый. И вот на этот шаг осмелилась пойти известная гродинская журналистка Оксана Сиводетова. Мой званый гость. Главный редактор журнала «Твой город Гродно». Вот этот журнал. И я пригласил ее в студию. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. Ну, в наше трудное для экономики время выпускать журнал, это, в общем-то, и риск, и какой-то подвиг, я считаю, тем более начинать с нуля. Как вы решились сделать такой журнал, который вот после четырех выпусков уже, я считаю, популярен в городе? Идея была достаточно давно, еще, скажем так, в то время, когда я работала в газете. Вот, уже тогда она была, но никто ее на тот момент не реализовывал. Одно время выпускался в городе, была попытка выпуска журнала. К сожалению, он недолго просуществовал, хотя был неплохим по содержанию, достаточно интересным, популярным. И вот мы решили все-таки пойти на этот риск, на этот шаг, изучили опыт белорусский, российский, европейский. Там, в общем-то, выпускаются такие журналы, живут, процветают, и все складывается достаточно удачно. Мы решили попробовать, и Гродницам, в принципе, очень даже нравится наша идея и то, что мы делаем. Ну, а команду сформировать быстро удалось? Скажу честно, команда частично пришла из газеты. И, в общем-то, поскольку я знаю практически всех журналистов в Гродно и вообще на территории Беларуси, то, пользуясь вот этими своими знакомствами, я стала приглашать известных авторов, фотографов, потому что у нас много хороших фотографов в городе. И их работы, в общем-то, люди не всегда видят. Ну, выставки замечательно, а журналы тоже другое. Вот, и это тоже площадка, поэтому команду было, в общем-то, собрать несложно. Самая главная концепция, вот на чем она строится в вашем журнале? Спорили долго, что должно быть. Ну, мы сразу знали, что это будет такое издание, которое будет о гродницах и для гродницах. То есть у нас практически нет социума, но есть много рассказов о людях. В общем-то, можно сказать, даже мы пишем такую летопись, которую люди со временем смогут перечитывать, перечитывать, потому что в таком количестве интервью, как у нас, на сегодняшний день в Гродно никто не делает, вот именно в печатной версии. И, опять же, фотографии, они тоже имеют ценность. То есть запечатлены моменты такие, какие люди сейчас. То есть пройдет время, они поменяются, они будут другие, все будет другое. А люди останутся, они покажут это детям, знакомым. Ну, в общем-то, это навсегда. Ну, вот даже название «Твой город Гродно» у нас тоже девиз «Твой город в эфире». «Твой город Гродно плюс» в эфире даже здесь мы как-то перекликаемся, поэтому мне интересно с вами общаться еще и по той причине, что вы открываете некоторые малоизвестные стороны жизни личностей нашего города. И вот эти личности, наверное, и являются притягательными для читателя журнала. Безусловно, герои — это как бы основное то, что есть в журнале, и ради них, собственно говоря, его и читают, и мы его делаем ради того, чтобы люди узнали наших гроднинцев. И много бывает такого вообще в принципе, о чем раньше никто не писал. Поэтому мы ищем людей, есть известные, а есть малоизвестные. Но люди заслуживают того, чтобы о них рассказали. И, в общем, нужно знать своих героев. Поэтому мы их выбираем, выбираем по-разному, собираемся, общаемся, смотрим опять же ваши передачи, кого вы приглашаете. То есть новости черпаем у коллег, видим кто-то куда-то, откуда-то приехал, привез какие-то награды, победы. Иногда читатели звонят и говорят, а вы знаете, вот есть такой человек интереснейший, обязательно нужно про него рассказать. Мы общаемся, и если это действительно так, то этот человек становится нашим героем. Ну, некоторые имена вы и открываете, тех людей, которые известны, но в довольно узком кругу. А сейчас они, благодаря журналу, известны всем. Ну, например, вот для меня было открытием новый художник Грунинского драматического театра, областного драматического театра Ольга Щербинская, которая, я считаю, на сцене совершила целую революцию ее оформления спектаклей. Это совершенно новое дыхание театра. Ольга действительно молодая девушка, и у нас в жизни так складывается очень часто, что те люди, которые создают что-либо, они, их не видят, их не видит зритель. Вот Ольга как раз это тот человек, который создает вот эту картинку, в которой все происходит, но ее не видит зритель. Вот, и поэтому мы решили показать, кто этот человек. Графия, костюмы, декорации. Да, да, то есть она создает всю эту красоту, а потом, ну а кто же, кто же это придумал? Вот, и поэтому, в общем-то, мы решили про нее рассказать. Тем более, что, несмотря на свою молодость, она достаточно, да, в общем-то, у нее достаточно глубокое видение и понимание всего. Ну, для молодой девушки нечасто такое вот встретишь. И действительно, да, совершает революцию, вот, и стоит сходить на спектакли, посмотреть то, что она делает, на работу, на игру актеров, несомненно. Но я думаю, что для тех, кто давно не был в театре, и будет что-то с чем-то сравнить, вот, очень рекомендую побывать. Ну да, за два года своей работы, с 12-го года после Академии искусства, работы в театре, она сумела сделать очень много интересных постанов. В общем-то, все премьеры, которые есть сейчас, это ее работа. Поэтому, вот, не ошибетесь. Вообще, театр у вас постоянно в каждом номере присутствует. Наверное, это тоже интересно рассказывать о любимых актерах, которые на сцене выступают в роли каких-то героев, и мы не знаем про их жизни, а вот тут немножко можно прочитать. У нас с театром как-то сразу так сложилось, такое взаимопонимание полное. Вот, и, ну, так получилось, что мы сразу начали работать и писать про актеров, и не только писать. Вот, у нас актеры выступают и в качестве моделей иногда. То есть, в принципе, это тоже такой, как бы, такая возможность гродненцев увидеть же гродненцев, но в необычном, в необычной, как бы, форме. То есть, когда, ну, актриса, например, выступает как модель, это, мне кажется, интересно. Вот, и с точки зрения даже, не знаю, как вот на телевидении, но с точки зрения рекламы в целом это интересно, это такая интересная подача. Поэтому с театром так. И поэтому мы постоянно в театр привозим. Первый, вот, скажем так, тираж, который мы забираем, он всегда заводится в первую очередь в театр. И то есть, например, даже если в три часа мы забираем машину с типографией, то на вечернем спектакле уже будет свежий номер журнала. Кстати, вот свежий номер, первый номер журнала я как раз в театре и обнаружил, и взял почитать, и открыл вас, ваш журнал, как еще одно средство массовой информации, довольно популярное. Хорошо. А кто из тех актеров, о которых вы писали, вот, вам больше всего запал в душу? Я люблю всех наших героев, несомненно. И, как бы, выделять кого-либо, на самом деле, ну, наверное, будет не совсем правильно. Ну, конечно, я выделю Волкова, без сомнения. Людмила Волкова. Она была в дом, одна из первых, вот, и показала, как она живет. То есть, ну, квартиру свою, всю обстановку. Ну, это тоже, людям это очень важно. Все хотят видеть не только какую-то картинку просто вот красивую, но и что внутри. Вот, и с Людмилой Волковой получилось. Ну, судя по вашей статье, не квартира олигарха, но очень уютная гнездышко и современная, и со вкусом обставленная. Да, да, очень красивая, очень уютная. Это так и... Хорошо, актеры, театр, среда театральная, музыканты. Вот я смотрю, люблю слушать «Тишину». Наш молодой талантливый пианист, лауреат международных конкурсов, Кирилл Кидук. Вы тоже его открыли для всех? Я думаю, что Кидука открыли, наверное, вы. Вот, ну, наверное, не ошибусь. Ну, да, так случилось, что я за ним наблюдал с шестого класса Гронинской первой школы, которая сейчас в Гронинской городской гимназии, где мне подсказали, что вот талантливый мальчик, который опережает по развитию своих сверстников, и что он уже к восьмому классу, он учился уже, проходил курс музыкального училища, и уже участвовал в международных конкурсах и побеждал. Ну, и действительно, я внимательно слежу за творчеством Кирилла, считаю, что это гордость нашего города в музыкальном мире, поскольку он сегодня уже один из признанных пианистов в Европе. С Кириллом Кедуком было вообще очень интересно работать. Он настолько ответственно подходит к подготовке всего. Мы, например, с ним много раз переписывались, перезванивались, потому что согласовывали буквально каждый элемент, то есть верстку, все-все элементы, то есть отправляли в итоге ему. Но результат того стоил. Кирилл в своих социальных сетях выложил все материалы, написал благодарность, масса лайков. Ну, в общем-то, поэтому... Ну, а, конечно, артист, он замечательный, и концерты не часто бывают в Гродно, но раз в году он проводит конкурс, приводит мировых знаменитостей. Все знаменитые мировые залы и в Америке, и в Европе, это уже говорит о его высочайшем уровне. Я надеюсь, что у него все еще впереди. Ему всего лишь 28 лет. У него все еще впереди. Я думаю, что мы будем всегда гордиться нашим земляком. Знаете, в нем еще такая есть черта, очень приятная, я думаю, для гродненцев. Он очень любит город. И он очень тепло отзывается о городе, о родителях. Вот это ценно, на мой взгляд, и всегда подкупает. В общем-то, поэтому Кирилл однозначно, да, тоже наш кумир теперь. Здоровое питание. Эта тема присутствует почти во всех средствах массовой информации, и телевидение уделяет ей много внимания. Ну вот один из наших докторов, который публикуется и в Советской Белоруссии, со своими рецептами и мнениями, Владимир Третьякевич. У вас тоже дает он советы? Постоянно? Теперь будет? На мой взгляд, Владимир Третьякевич, наверное, самый известный доктор в Гродно, который публикуется в средствах массовой информации, дает свои советы и делится. Ну, возможно, есть кто-то еще, но вот мне так это видится. Пишет он доступно, это очень важно и понятно. И он большой специалист именно в сфере диетологии, выпустил не одну книгу, и мог бы вести проекты, в том числе и на телевидении. Я знаю, что люди любят такие проекты, а сейчас весной это, наверное, будет особенно актуально, потому что все начнут себя приводить в какую-то форму, и вот советы доктора Третьякевича, они как никогда будут популярны. В настоящее время он преподаватель медицинского университета, учит студентов. Мы общаемся не только по работе, но часто к нему обращаемся за советом. Это тот человек, который, в общем-то, никогда не откажет. Большое ему спасибо. Вы перешли на его диету? Я периодически, да, перехожу. И вообще тема диеты, она такая интересная, поэтому периодически диеты пробую. Хотя сам доктор Третьякевич, у него подход такой, что смысл жизни не в диете, а в образе жизни. То есть никакая диета тебе не поможет, все вернется, если образ жизни будет прежним. Поэтому вот, в общем-то, он такой концепции поддерживает ее. И я думаю, что в конце концов я тоже к этой концепции приду. Еще у вас много спортсменов. Я заметил, что вы открываете неизвестные стороны наших родниц, которые проявили себя в том или ином виде спорта, и даже вышли в какие-то лидеры в своих дисциплинах. Да, в этом-то и тоже такая изюминка наша, на мой взгляд. Мы ищем спортсменов и тот спорт показываем, который не так широко известен в Гродно. Он, может быть, в мире известен более, чем у нас, но в Гродно, скажем так, не широко. Например, вот был Роман Еремишвили. Он в мире известен как жимовик, то есть он жмет штангу. И, в общем-то, чемпион. Ну, а в Гродно? В Гродно, да, в клубах, фитнес, во всех, все его знают. Но у нас ведь есть олимпийский чемпион по штанге. Да. Александр Курлович. Я думаю, что Александр Курлович тоже будет нашим героем. И это только вопрос времени. Вот, поэтому, как бы, что касается романа, то я считаю, что в какой-то степени мы открыли его для широкого читателя. Он интересен, он невысокий. На фотографиях можно посмотреть и подумать, что это огромный человек, силач. Вот, в реальности очень симпатичный и такой, скажем, миниатюрный даже, я бы сказала, мужчина. Ну, а редкие виды спорта тоже очень? Тайский бокс. Да, у нас был герой, который занимается тайским боксом. И в Гродно он курирует там одну из областей спорта. Для гроднинцев, что такое тайский бокс, это, по-моему, вообще такое сложное понятие. Но, тем не менее, парень начинал с того, что, ну, с братом они занимались. И, в общем-то, постепенно-постепенно это переросло в такое вот серьезное увлечение. Хотя, скажем, мы вот такие вопросы задаем, ну, бокс-бокс, да, может за себя постоять. А во дворе с мальчишками дрался, может, с этого все началось. Вот, оказывается, и такое было. Да, такое было. Хотя, когда люди становятся известными, они какие-то такие моменты не хотят, понятно, о себе говорить. Вот то, что там с кем-то что-то, кто-то подрался, кого-то обижали, и это дало ему импульс, и он стал сильным и стал стремиться к чему-то. Ну, это есть... Вообще, я скажу так, что когда герой с тобой откровенен, и когда удается его разговорить, и он готов поделиться действительно сокровенным, это большая удача для журналиста, это большая удача для читателя, который будет читать этот материал. Потому что, ну, вот так вот раскрываются люди, и так приходит успех. Журналист является коллекционером человеческих судеб, да, и, наверное, это тоже, в общем-то, как-то влияет и на мировоззрение, и можете гордиться тем, что вы открыли многих людей по-новому. Ну, вы, Александр Иосифович, тоже ведь открыли не одного героя, вот, и мы об этом знаем, мы видим. Ну, такая судьба наша журналистка. Учимся у вас в том числе, тоже, как бы, все это. А я вот с удовольствием смотрю еще и на работы художников, которым вы тоже уделяете внимание, вот, допустим, Андрей Филиппович и его прекрасные пейзажи гродненские. Прекрасные работы, сейчас их можно увидеть, скажем так, не просто в галереях мира, ну, если говорить о гродненцах, то работами Андрея Филипповича оформлены многие заведения города гродно, вот, в том числе коммерческие, казино, рестораны. То есть он такой, как бы, известный уже не в гродно, и за пределами. И самое, что интересно, его работа душевная. И они город показывают. То есть есть фотографы, которые отображают жизнь города, а есть художники, он рисует город. Ну, у вас твой город гродно, и вот маленькое замечание можно, пожелания даже можно. Конечно, мы с удовольствием принимаем замечания и пожелания. Наш город имеет уникальную историю. И в этой истории тоже было очень много ярких личностей. И я думаю, что эти описания их, жизнеописания их, тоже украсило бы ваш журнал, если бы начали рассказывать о каких-то наших земляках из 19-го столетия, из 18-го столетия. Тем более, здесь их дыхание, ну, дышит в улицах, которые передают тот дух, в котором они жили. А, в принципе, о них тоже достаточно в разных источниках есть упоминания. Я считаю, что это надо популяризировать. Гродницы, на мой взгляд, вообще очень любят свой город. И очень любят свою историю, любят читать об этом. Я это знаю по своей работе в газете. Вот, поэтому историческую тему мы обязательно начнем. И уже вот в номере, который выйдет, ближайший пятый номер, будет рассказ о гродинских кофейнях. Их было много, тема очень интересная. В общем-то, известный историк Виктор Саяпин. Поэтому, я думаю, интересно. И о личностях в том числе. Да, королевский город обязывает, так сказать. Я думаю, кафешек у нас тоже будет в будущем много, потому что город постепенно идет к тому, чтобы стать центром международного туризма. И без кафе, без сувенирных каких-то лавочек, ну, в общем-то, это делать невозможно. Поэтому это в программе реставрации и регенерации исторического центра. Это все заявлено. А вообще, что вас вот в нашем городе больше всего привлекает, что любит Оксана Севодедова? Какие улочки или какие объекты в нашем городе? Я люблю гулять по центру. В общем-то, и ценю это. Каждую возможность пройтись по центру. Потому что, в принципе, живу сама достаточно далеко от центра, в новом районе Ольшанка, где нет, в общем-то, ни инфраструктуры, ни истории как таковой. Поэтому центр я очень люблю. И я вот правда понимаю тех людей, которые говорят, что вот иду по центру, чувствую там дух, брусчатка, я на него ступаю. И, в общем-то, я абсолютно согласна с этим. Дух у нас передается. И телевидение, которое в центре, это тоже, в общем-то, очень замечательно. Потому что, опять же, вчера разговаривали, когда вот с Галиной Шишковой, которая будет героиня нашего выпуска. Наша землячка, эстрадная певица, которая мне скажет. Да, наша землячка, которая передавала привет вам. И, в общем-то, когда мы заговорили вот телевидение, а на телевидение, да, в центре, который на Ажишках, да, да, я помню, передавайте от меня. Вот, люди, даже которые уехали из города, они центр наш вспоминают, ассоциируют с чем-то, с новыми, со старыми объектами. Ну, вот, и для меня это тоже центр. А есть какой-то трепет у вас вот такой душевный, когда вы, ну, допустим, в ту же Калужскую церковь XIX века в ходите? Есть. Я крестила ребёнка в этой церкви, и даже пересматривая фотографии, у меня есть такие чувства. Я их боюсь, если честно. Вот, такие, они как бы, это как сентиментальность повышенная даже, можно сказать. Я не люблю раскрывать душу, поэтому для меня это, ну, такой трепет, который я никому не показываю. Ну, вот, я обратил внимание, что некоторые туристы, которые приезжают, прикасаются к этим гладким камням Калужской церкви, в стенах церкви, и когда я спросил, что вы чувствуете, я ощущаю, я думаю, что вот намоленность столетий перейдёт в меня, и сделает меня чище, духовнее. Это, наверное, тоже очень важно. Наш город, он ещё и источник большой духовности. И ваш журнал, я считаю, в этом направлении делает уверенные шаги. Спасибо вам за эту работу. И хороших статей, хороших фотографий, хороших героев, которые тоже, в общем-то, встанут в линейку гордости нас, гродницам, за то, что мы сегодня имеем таких замечательных современников. Наша передача и встреча, к сожалению, подошла к завершению. Я напомню, сегодня у меня званым гостем была главная редактор нового журнала «Твой город Гродно», глянцевый журнал, первый в нашем городе, Оксана Сиводедова. И я хочу пожелать, чтобы ваш журнал, начавший недавно свою историю, продолжал её, накапливал, вырастал в томике, и чтобы мы как можно больше интересного узнавали с этих глянцевых страниц. Спасибо. Спасибо. Ну, а наша встреча сегодня завершена. Я благодарю вас за то, что были с нами. До свидания. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова